Дорогие братья и сестры, сегодня на портале Экзегет мы вместе с вами беседуем о празднике Казанской иконы Божией Матери. И сразу хотим сказать, что Казанская икона — это одна из самых почитаемых икон на Руси. Вот русский человек всей душой своей любит Божию Матерь. И среди икон, которые особенно любимы, может быть, даже на первом месте именно Казанской. И вот мне сейчас вспомнился один случай, который рассказал знакомый человек Алексей про своего прадеда Симеона Крахалева. Его прадед Симеон был человеком верующим, может быть, вот не настолько выцерковленным, как это в советские годы и обычно бывало, но всегда он благоговел перед верой православной. Вот он воевал на фронте во время Второй мировой войны, и как-то их подняли в атаку. Причем получилось так, что с противоположной стороны шел очень интенсивный обстрел, и потом, как оказалось, многие погибли. Вообще мало кто там выжил. И вот когда он побежал вперед, то увидел, на земле что-то блестит. А другие солдаты, кто наступал, кто перепрыгивал, не обращали внимания, он смотрелся, увидел это икона Божией Матери. И он тут же решил поднять икону. Вот когда он наклонился, то рядом произошел взрыв, его ранило в голову, очнулся он уже в госпитале. Причем врачи давали неутешительный такой вот прогноз, считали, что он погибнет. И он лежал в каком-то помещении, выделенном ему, и вдруг увидел, как открывается дверь, и идет неизреченный свет, и вдруг входит какая-то женщина в белом одеянии. И она говорит, не переживай, Симеон, так как ты спас меня, то я спасу тебя. На этом видение закончилось, а сам Симеон сразу пошел на поправку. Вопреки ожиданиям врачей он выздоровел, потом прошел весь фронт и жил еще долгое время. А эту историю он хранил, рассказывал самым близким людям. Вот так она дошла до нашего времени. Вот так вот Божья Матерь особое покровительство оказывает тем, кто проявляет заботу о ее образах, о ее иконах. И вот казанская икона Божьей Матери, вот так вот получилось, что это одна из самых почитаемых на Руси, и даже, может быть, трудно сказать, как так вышло, ведь город Казань не сразу был включен в Царство Российское. И мы можем вспомнить 1579 год, когда вот огромный пожар испепелил большую часть города Казани. И потом Божья Матерь является вот не епископу города и не светским властям, не мудрым мира сего, не богатым. Она является простой десятилетней девочке и говорит, в каком месте вот надо копать, чтобы обрести чудотворный образ. Девочка говорила взрослым, к ней никто не прислушивался. Она настаивала, потому что несколько раз ей было такое видение. И когда родители решили вот уступить, вообще взрослые люди, то стали копать, и буквально метр прокопали, и обрели вот этот чудотворный образ, который нам известен как Казанская икона Божьей Матери. Но, собственно, осенний праздник при Святой Богородице связан с событиями, которые произошли ровно через 33 года после обретения иконы Божьей Матери. И что удивительно, вот вся вот эта история с Казанской иконой, она очень тесно переплетается судьбой священномученика Ермогена. Вот когда в Казани нашли икону, то именно священномученик Ермоген, тогда он был еще простой городской священник с именем Ермолай. Именно он описал обретение иконы, он написал про эту девочку Матрону, которой Божья Матерь являлась. Именно священномученик Ермоген составил богослужение в честь Казанской иконы. Он описал первые чудеса, которые явлены были Божьей Матери через свой чудотворный образ, потому что действительно сразу люди стали получать исцеление. И вот когда в 1606 году уже епископ Ермоген становится патриархом всероссийским, мы знаем, что это было смутное время. Вот именно священномученик Ермоген начинает рассылать грамоты. И благодаря его грамотам в 1611 году организовалось первое ополчение, куда уже была доставлена казанская икона Божьей Матери. Но вот как доносит до нас предание, это ополчение с недостаточным вниманием и недостаточным благоговением отнеслось к образу Божьей Матери, и очень быстро оно распалось, первое ополчение. Оно не увенчалось успехом, а его предводитель Липунов был убит, к великому сожалению. И когда священномученик Ермоген пишет свою последнюю грамоту, ведь его морили голодом в темнице, и вот он пишет последнюю грамоту и просит русских людей постоять за дом Пресвятой Богородицы, то есть за город Москву, потому что в городе Москва Владимирская икона издревле и другие чудотворные иконы, и в Москве всегда почиталась Божья Матерь, этот дом Пресвятой Богородицы. Вот он призывает постоять за дом Пресвятой Богородицы, за чудотворцев и за веру православную, и в Нижнем Новгороде откликаются. Князь Дмитрий Пожарский организовывает второе ополчение, и они уже вот с особым благоговением принимают казанскую икону, то есть второе ополчение тоже именно эту икону принимает, и когда вот они приняли этот образ, это уже 1612 год, то вот 22 августа возле Новодевичьего монастыря происходит первая такая решительная битва с польско-литовскими войсками, в которой ополчение Дмитрия Пожарского одерживает победу. И все воины, они молились перед образом Божьей Матери, они чувствуют, что им помогала сама Пресвятая Богородица посредством казанского образа. И буквально через два месяца, 22 октября, по юлианскому календарю, польско-литовские войска капитулируют, готовы сложить оружие, открыто об этом объявляют. Покинули они Кремль чуть позже, когда уже наши войска подошли к Красной площади, и было такое торжественное мероприятие встречи, когда на Красной площади встретились две иконы. Владимирскую икону Божьей Матери из Кремля выносил архиепископ Арсений, он вообще греческий архиепископ, и его тоже томили в темнице. И вот незадолго до освобождения Кремля ему явился преподобный Сергий и сказал, что по молитвам и заступничеству Божьей Матери суд Божий над Отечеством отменен. Россия спасена, и Москва будет освобождена от захватчиков. И вот действительно это и состоялось и с Владимирской иконой Божьей Матери. Он выходит на Красную площадь, а там уже воины несут Казанскую икону Божьей Матери. Вот так прославляются два знаменитых образа. И они свидетельствуют о том, что именно Божья Матерь помогла в эти крайне трудные годы и помогла выстоять людям. И вот этот день, он по Ильянскому календарю 22 октября, он был объявлен праздничным, как День спасения Москвы, День Казанской иконы, явление особой помощи Божьей Матери. Кстати, Дмитрий Пожарский чуть погодя построил знаменитый Казанский собор на Красной площади, где хранился чудотворный список с иконы Божьей Матери. К сожалению, собор этот в советское время был разрушен и восстановлен уже в начале 90-х годов. Вот. А само это событие, осенний праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы, вот как мы его почитаем по новому стилю 4 ноября, он был утвержден как всероссийский царем Алексеем Михайловичем. Вышло так, что его первенец родился как раз именно в этот день. Он увидел, что в этот день память Казанской иконы и понял, что лучше этот день сделать таким всенародным праздником. И, в общем-то, если посмотреть, то действительно это праздник такого народного единства, потому что люди объединились вокруг иконы Божьей Матери, чтобы спасти родное Отечество и обрели свободу. И вот Казанская икона, она сопутствовала русским людям и во время войны с Наполеоном, когда молебны служились, и Божья Матерь тоже помогала. И во время Второй мировой войны, и, кстати, вот дочь маршала Жукова, Мария Георгиевна Жукова, она свидетельствует, что ее отец в годы Второй мировой войны тоже возил с собой по фронтам Казанскую икону, но широко это не афишировал. То есть и маршал Жуков тоже понимал, что Пресвятая Богородица, она наша покровительница. И вот именно Казанская икона, она вселяет в наше сердце вот какое-то особое тепло. Такое вот чувство, что мы не забыты, не оставлены. Потому что в любой беде Божья Матерь придет к нам навстречу, и достаточно нам хотя бы вот небольшое внимание проявить к ней, обратиться к ней. Вот как мы упомянули воина Симеона, который всем сердцем желал спасти икону Божьей Матери. И она сама придет нам на помощь и поможет во всех бедах. Последнее, что хочется сказать, что в 2011 году один из списков Казанской иконы был отправлен в космос и находится на Международной космической станции. Поэтому эта чудотворная икона, она охраняет всю планету. И мы должны знать, что наша планета Земля, она под особым покровом Пресвятой Богородицы. И выражением этой благодатной защиты является как раз Казанская икона Божьей Матери. А нам остается только вот от всего сердца молиться ей, обращаться к ней во всех нуждах, и в том числе и особенно просить ее о каких-то своих родных и близких. Потому что Пресвятая Богородица отличается удивительным состраданием. И когда мы молимся не о себе, а о близких, то в этом и наше сострадание проявляется. А Божья Матерь особо понимает тех, кто состраждет другим. Поэтому будем ей молиться. Пресвятая Богородица, спаси и помилуй нас. Аминь. Пресвятая Богородица.